В Самаре подвели итоги межвузовских соревнований по информбезопасности Волга CTF 2016. Шестой год. Регион на несколько дней становится столицей антихакеров. На этот раз в финале встретились лучшие команды из России, Германии, США, Швейцарии и Казахстана. Кто оказался сильнейшим, расскажет Татьяна Пудова. Захватив лаг, игра с недеским подтекстом на кону информационная безопасность сервера в перспективе государства. Волга CTF вышла на всемирный уровень, отчего задания стали еще сложнее. Пять дней хакеры со всего мира держали оборону на всех фронтах. В арсенале персональный компьютер. Каждой из команд предоставляется сервер виртуальный с уязвимыми сервисами внутри. Задача проанализировать предоставленный командой жюри сервис, найти в нем уязвимости, закрыть его на своей стороне и по данной уязвимости провести атаку на сервера оппонентов. Шестой год подряд Волгу CTF поддерживают областные власти. Конкурс помогает выявить талантливых и перспективных студентов. Мы претендуем все-таки на то, что в условиях большого количества специалистов, которые готовятся в Самарской области, мы бы хотели, чтобы она стала некоторым центром. Для нас это еще и площадка, где работодатель встречается в будущем. Я не удивлюсь, что 5-7 ребят по итогам этих соревнований получат предложение уже о полноценной работе в уважаемых компаниях, связанных с информационной безопасностью. В финал соревнований вышли 16 команд из России, Германии, США, Швейцарии и Казахстана. Впервые, чтобы сразиться в информационной войне, приехала 5-я научная рота сухопутных войск. Так как рота является научной ротой и выполняет научно-прикладные задачи в интересах Национального центра управления обороны и Главного командования сухопутных войск, и это ее именно одна из направлений деятельности, как информационная безопасность, так и автоматизированная какие-либо системы управления, базы данных и так далее. И непосредственно это и для нас интересно. Кубок победителя забрали московские антихайкеры. Они выиграют уже третий год подряд. Отыграться теперь можно будет через год. Татьяна Пудова, Андрей Авдеев, Новости губерния.